Привет! Сегодня я хочу рассказать про изолятор молнии. Когда энергия молнии падает на землю, она уходит в заземление. А если она падает в изолятор молнии, то она изолируется. Изолятор молнии – это большой конденсатор высокого напряжения, которое сохраняет энергию молнии на поверхности земли. Бог, который сотворил всю Вселенную и Землю, таким изолятором сделал каменный уголь. Каменный уголь может изолировать энергию молнии благодаря содержанию метана, потому что метан своей высокой давлением изолирует вакуум, который создает молния. Таким образом, энергия молнии, которая падает на поверхность каменного угля, распространяется по поверхности каменного угля. Она распространяется по древесным углям и создает замыкание. Замыкание древесных углей создает удобрения, такие как анион, гидрокарбонат и катион водорода, потому что вода и углерод древесного угля сгорают. То есть вода сгорает, то есть кислород воды сгорает, а водород освобождается. Вот почему выделяется много водорода. Водород поднимается на верхние атмосферы, потому что водород – это легкий газ, а анион, гидрокарбонат остается в почве и в воде. Потому что это гидрокарбон. И когда энергия распространяется, она выходит от всех растений. Таким образом, она выходит от всех хвойных растений. Хвойные растения – это растения, которые имеют иголки. От этих иголок энергия вылетает и создает озон. Озон – это голубое небо. Также от твердолистьевных растений, вот это обычные листья, энергия тоже отсюда вылетает и создает озон. При этом, как и в хвойных растениях, энергия, которая вылетает от этих твердолистьевных растений, втягивает от воздуха электроны, которые от земли тянут к ним катион водорода. Электроны – это отрицательные электроны, а положительные электроны – это позитроны. То есть, молния – это позитрон, позитрон выходит отсюда, а электрон притягивается. Таким образом, этот электрон притягивает от земли положительные молекулы, положительные атомы. Такими является водород, катион водорода. Она притягивается в эти листья, также и в хвойные иглы. Таким образом, растения растут быстро. Есть еще вот такие круглые маленькие конденсаторы. Они тоже заряжаются энергией плюс, и во время зарядки они втягивают катион водорода, потому что во время зарядки плюсом они дают минус. А после зарядки, когда земля разряжена, от них плюсовая энергия выходит, потому что это статические конденсаторы высокого напряжения. Именно эта энергия, которая выходит от них, тянет к ним катион водорода. Вот для чего они круглые. Таким образом, все формы, которые создал Бог, имеют определенную свою цель и задачу. Таким образом, и грибы имеют определенную форму. Это для того, чтобы при прохождении энергии молнии над каменным углем, когда замыкаются древесные угли, от них выходит много катионов водорода, атомарного водорода, и она попадает в шляпу, проникает через эти дырочки, маленькие поры. И она имеет форму зонтика, так, чтобы водород оставался в ней. И грибы сохраняют сюда разные гидриды, и эти гидриды сохраняются водородом. Гидрид – это молекула, которая сохраняет водород. И после этого любой гриб становится съедобным, потому что водород попадает в эти мембраны. Таким образом, любой гриб становится съедобным, потому что эти грибы создал Бог для нас, чтобы мы их кушали. Если бы Бог создал их специально ядовитыми, чтобы тот, кто кушает их, умирал, то это было бы неправильно. Поэтому посмотрите на форму, которую создал Бог. А Бог создал ее с мудростью, чтобы сохранять именно выходящий от нее катион атомарного водорода. Состояние атомарного водорода сохраняется только 7 секунд. За эти 7 секунд водород способен долететь до грибов. И таким образом сохраняться в этих грибах. Еще катион водорода, атомарное состояние, держит в течение того времени, когда там есть плюсовая статическая энергия. Как раз эта энергия и падает от молнии. То есть, атомарное состояние сохраняется у водорода очень долго. И в это время грибы сохраняют этот водород. А еще из-за холода, потому что там идет дождь, и падение давления создает холод, и сверху падает холодный дождь. Грибы становятся холодными, чем сама земля. Поэтому она способна сохранять еще больше водорода в своей шляпе. То есть, гидрит сохраняет еще больше водорода. Еще благодаря тому, что у нее нет иголок, как в хойных и твердолиственных растениях, энергия, которая попадает в грибы, они точно так же и как в ягодах сохраняются. То есть, у нее выпуклая форма, которая не дает статической энергии уйти. Поэтому она тоже сохраняет много аниона гидрокарбоната и катиона водорода. Плюс, смотрите, вот эта форма. Итак, вы сегодня узнали, что такое изолятор молнии, каменный уголь. Потому что все это технологии Яговы Бога. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok